Надо было поработать, что было к их сложности, что они делали хорошо и что они делали не очень хорошо, что утрудняло их незнакомство с вами. Давайте, ребята, буквально по 5 секунд, 10 секунд. Давайте с вас начнем. Ребята, поскольку девушки знакомились с вами, вам сейчас нужно дать обратную связь общую для всех, чтобы все слышали. Собираем банк с информацией, да? Что было хорошего, что девушки хорошего делали в вашей паре, что она сделала хорошего, чтобы могло вам плавно с ней познакомиться, чувствовать, что все плавно, хорошо, гладко, без всяких трений, без каких-то там ограничений, отталкивания, вы чувствуете себя комфортно. Что она такого сделала? Каждый свой опыт говорит. И также, если что-то было не очень хорошее, сказать, что было не очень хорошо. И следующее, чтобы вы посоветовали девушке, вашей конкретной, чтобы она лучше знакомилась. Это общий банк информации, да, для девушки, для вас всех. Это общий опыт, мы делимся. Поехали. Ну, в общем, только позитивные отзывы у меня. Если я извиняюсь, ничего, 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 говорить на украинском мове. В украинском так само будет диалек. Ничего страшного. Говорить, как я, говорить, как я. Короче, понравилась девушка, стремилась максимум, отведенное время про себя рассказать. Я исчерпал полезную информацию, цікавую для себя. Что она цікаво такого сказала, чтобы вам было добре с ней спілкуваться, легко было спілкуваться? Мне интересно, что она открывает в пустыне что-то новое, любит спілкуваться, попробовать, и еще, чтобы маты, как бы, ну, маты, например, с чем-то рюниево, дадите, и что для себя там выбирать, что им подобается, что им подобается, что им подобается, такая резина. Доброе. Какие были трудности? Трудности – это рамки умов и конкурса. Временные по времени? Мало времени и такое представление, что нужно самому как-то. про себя рассказывать, как. У вас было ощущение, что вам надо про себя рассказывать? Каким образом, почему вы почувствовали это ощущение? Ну, так обозначили. Ладно, ничего. Хорошо, ладно. Ну, как рассказывать, то есть вы хвалят из себя, например. Вы здание не поняли, ничего страшного, ладно. Хорошо. Что бы вы пожелали девушке своей, что нужно делать, чтобы у нее лучше получалось знакомиться с мужчиной? В плане, помню, да, презентация, знакомиться не так, что там, давай, пошли жениться. Мы поняли, да? Презентация своих качеств и узнать, что у тебя есть. Это зрача у нас была, да? Я презентую себя и узнаю. Девушка начала спрашивать, что у вас есть, или презентовала себя? Первое, я себя презентовала. Себя презентовала. Какие были ощущения, когда она вас презентовала, что вы чувствовали? Когда она презентовала себя вам, что вы себя чувствовали? Ну, секаясь. Секаясь. А не было такого, что типа, ну, прилипает, как, теперь я могу с ней делать все, что хочу, крутить, куда я хочу? Нет. Не было? Окей. Хорошо, следовало. Здорово. Следующий. Делитесь вы. Вы не совсем поняли задачу, то есть я начал знакомиться, как я обычно говорю. Хорошо, все, пропускаем. Мужчина, следующее. Поделитесь вы, пожалуйста. Быстро, что было хорошо, что было нехорошо и что ей посоветовать? Было хорошо, что она искренне хотела наладить контакт. Мы поговорили, задавала вопросы, рассказывала о себе. Не было никакого тормозов. Кто первый, она представляла себя или вас спрашивала? Ну, как-то оно было естественно. Сложность была. А не помните, с чего началось? Вы себя презентовали или у нее спрашивали? Я начала спрашивать у тебя, как тебе идет. Да, да, да. Окей. Следующий раз когда будете пробовать, попробуйте наоборот. Ребята, если вы начинали с того, что спрашивали партнера, попробуйте себя поставить ситуацию в следующий раз на тренировке. Наоборот. Спросите у него. Если я себя презентовал, а теперь я у тебя спрашиваю. И посмотрите разницу, как для вас лучше. Каждый находит свой вариант. Как не лучше. Или у кого-то микс может быть будет. Да? Может, я спросила, себя спросила, себя представила и так далее. Туда-обратно. Да, чтобы вы нашли свое, что для вас хорошо. Окей? Здорово. Какие были сложности? Как вы думаете, что было некомфортно, что она делала такого, чтобы лучше не делать? Ну, скажем так, в нашем случае было то, что она, скажем так, вела себя со мной как мама. Ну, я не знаю, ну, не как мама, а как будто я какой-то подросток, и она меня, ну, я не знаю, как там. А какими вопросами? Допросы, конечно. Допросы? Ну, не допрос, но вот какое-то ощущение. За счет чего это ощущение было? Как с ребенком она спит. А за счет чего это было ощущение у вас? Ну, вот, я несложно. Вопрос, поведение, это как-то в совместе. А что он какой такой, мамочке? Ну, это вот просто субъективно, ты это ощущаешь просто всем телом. Ну, если бы вы женщин такие. Ну, да, я бы говорила, что я мамочка под жизнью. Окей, то есть, ребят, понимаем, да, если вы не хотите быть в роли, чтобы вас принимали как мама, соответственно, я должна подумать, что так не нужно себя презентовать, чтобы меня принимали как жену. Потенциальную. Это как что? Ну, да, то есть, я играю, женщины есть пять ролей, каждый как мужчины, да, и получается, что она себя ищет ребеночка. Если это, ну, одного возраста были бы, да, люди, например, просто у меня просто по статусу может быть женщина старше, да, девушка? Вот, если я ищу отношения взрослые-взрослые, что это должно быть, я ищу себя в позиции, я отношусь к мужчине, тем более, я изначально что, должна принимать как лидера, я к нему отношусь как к королю. А я принцесса, я королева. Да? Стоит так же разговаривать. Я же прощупываю его на потенциальные королевские качества. А если я ему командую, дорогой король, а ну, устал, построился. Ну, в принципе, он тоже должен проявить, он скажет, так, кто здесь король, я не понял, это, да, тоже игра, в принципе, да, может быть, это и тест, может быть, это и тест, да, если мудрое женщина, может, она хочет протестировать, да, сколько тестов, провокация, тоже может быть. Что бы вы посоветовали, чтобы у нее лучше следующий раз получалось, ваша партнера? Пойти на женские практики и проработать женскую энергию. Что, женскую энергию проработать? Хорошо, здорово, замечательно, спасибо. Что вы скажете? Здесь все наоборот, вопрос к ней. А, а. Я обиделся к вас, ну, как бы. Вы, вы выиграли? Да. Что же внимательно слушайте, ребята, отношения. Хорошо, давайте, кто обратно связит, говорите. Можно? Да, нет. Давайте, я. Все, сейчас. Мне очень понравилось, что первое, что ты сказал, потому что он с детства рисует, и потом говорит в политехническом институте, то есть он работает, вот этот перепад. Потом мы затронули проблему отношений, теперешних отношений. Мне тоже это было интересно, потому что мы с этим, ну, вот, срезонировали, потому что это, как бы, общая проблема, и это может развязать дело. Плюс, еще всплыла тема смены гражданства, и тут вообще зацелился такой, прям, ну, вот, тоже довольно хороший диалог, что, по чему хочет человек уехать, это с ним искренне было, ведь это интересно мне. И эта тема вышла за пределы, ну, как бы, короче, ценностей уже. Ребята, мы даем, ну, что здесь произошло? Человек нашел, мужчина нашел общую тему, интересную тему, да? Поделитесь, как вы это нашли, эту тему? Как? Ну, я искренне просто начал общаться с человеком. А как вы узнали, что нужно на эту тему с ней разговаривать? Так, я же говорил. Ну, то есть, я говорю, во-первых, ну, помните, я говорил на интуиции? Вы сейчас говорите, я не взял... А, по поводу... А, все, понял. Как вы поняли, что нужно на эту тему говорить с ней? Вы упали в точку, и эта тема интересна. Поделитесь просто своим опытом, да. Ну, вот то, что я пытался объяснить, когда я говорил о том, что я общаюсь обычно с людьми, на уровне, начинаю говорить... А для нас чайника, который не посвященный в это? Как девушка говорила, когда ты общаешься, как бы... Как вы определились, что именно на эту тему надо с ней общаться? У него был конкретный запрос, и мы просто срезонировали. Первое, то, что был запрос, это по чакрам, какие чакры отвечают за мужскую и женскую энергию. Вы мне это спрашивали? Вы мне это спрашивали? Да, я попусти прошли. Вы мне это спрашивали? Да. Ребята, попрошу вас, если вы хотите отработать максимально реальное подобное, то есть, пожалуйста, не упрощайте себе задачу, не ставьте, что это студент, который все понимает. Вы должны стать максимально оба партии, поставьте максимально ситуацию, что вы чужие люди. Как вы будете отрабатывать тобой? Если мы друг друга знаем, ну, давай, я косо смотрю, не замечаю твои проблемы. Это важно. Максимально реально, окей? Человека не знаю, никаких поблажек, и четко смотрю, как бы это произошло. Посторонний человек, которого я абсолютно не знаю, какие у меня ощущения. Дайте возможность вашему партнеру поработать в реальную ситуацию, окей? Хорошо. Хорошо, что бы вы рекомендовали ему делать хорошо, что было лучше в следующий раз? Есть какие-то? Что было нехорошо? Все было хорошо. Такого не бывает. Хорошо, что бы вы рекомендовали, что могли еще порекомендовать ему? Что-что? Что могли порекомендовать ему, чтобы улучшить свое поведение, свое общение? Больше задавать вопросы в другую сторону. Больше задавать вопросы в другую сторону, да? Для чего? Что это даст? Больше информации. И мне возможности тоже говорить. Ребята, слышите, помните, первое просто задавала Жанна, к тому нужно больше говорить. Каждый, помните, да? Каждый хочет, но все равно все хотят высказаться, да? Человек, как правило, что? Человеку интересно, вы помните, наше эго, мое имя самое классное, самое важное. Я самый важный. Помните, что в каждой эго есть эго, и я считаю себя подсознательным и сознательным самым важным. И мне важно, когда мной интересуются, когда мной восхищаются, гордятся. Поэтому не забывайте, нужно спрашивать достаточно времени, достаточно вопросов у своего партнера, что у него есть такого хорошего. И было бы хорошо, я думаю, если бы вы увидели, что в нем есть прекрасное, вы видели, что он чемпион мира по спорту, по легкой атлетике. И вы, вау, как вы добились этого успеха. А вы также хорошо справляетесь своими семейными обязанностями, как и в спорте, если мне это интересно. А сколько времени у вас получается уделять, как вы можете семейные обязательства совместить со спортом? Поскольку я смотрю на эту жену, да? Сколько времени у вас получилось бы выделить на семью, как вы считаете? Возможно ли у вас будет совместить великий спорт с семьей? Одно время восхищаясь, да? Я сразу прощупываю, что мне важно. Женщина, это она чемпионка, молодец, но мне сейчас нужна жена, а не чемпионка мира по легкой атлетике, которой здесь дома нет. Окей? То есть помним, да? Каждый хочет... Важно, чтобы меня спрашивали, кто я. Я самый ценный. И поэтому, когда люди восхищаются, обо мне спрашивают, для меня это важно. И я спрашиваю те вопросы, которые мне нужно ответить по моему вопроснику. В то же время, не забывай, я должен представить себе, чтобы заинтересовать, чтобы она заинтересовалась со мной. И, ребята, один из показателей, который показывает о том, что... Вот мы попробуем сейчас. Я себе, я спрашиваю, спрашиваю у вас вопросы. Сейчас будет тема, кто будет... Сейчас будут мальчики презентоваться. Вы, мальчики, спрашивайте вопросы у девочек. И должно быть естественное состояние, когда девочка должна захотеть спросить, а что вы делаете? А как у вас? Для меня это конкретный показатель. Что девушка вами интересуется. Если вы рассказываете о себе, та-та-та-та-та-та, вернее, у нее спрашиваете что-то, говорите вообще на какие-то темы. Если она ни одного вопрос не дала, а как у вас? А что вы? А чем вы занимаетесь? А как вас зовут? А откуда вы приехали? Если нет вопроса, который говорит об интересе мне как личности, то не надо строить замки, чтобы вы ей интересны. Значит, что это пока сигнал такой? Что-то я не презентовал себя достаточно. Должен, значит, что-то нажать на то, что для нее будет важно. Поэтому я должен скорректировать вопросы. Может быть, если я еще не понял ее, какие у нее ценности. Скорректировать те вопросы, которые откроют важные ценности, которые для меня важны. И одновременно, помню, какие вопросы я задаю, это я говорю о себе. Рассказывая, задавая вам вопросы, я рассказываю о себе. Я спрашиваю, занимаетесь ли вы спортом? Что я делаю? Я показываю, что мне этот вопрос интересен, уже ей понятно. Поэтому я, если партнер не реагирует, я должен что сделать? Я должен, соответственно, больше вопросов задавать на эту тему, которая меня интересует. Одновременно показывает, чем я интересен. А занимаетесь ли вы туризмом? А вы в Индии часто бываете? Ни разу не ездила. А я ищу партнера поехать в Индию. Вы не хотите поехать в Индию? Нет, наверное, не так. Я инструктор по йоге, собираю группу. Если у вас те люди, которые хотели поехать, присоединиться, опять же, не напрямую. Если у вас кто-то, кто хотел бы присоединиться к нашей группе, скажем так, да? Это косвенно, не напрямую. И так понятно. Если показать, что партнер не задает вопрос, что у вас, чего и как, я что-то прошляпил. Окей? Дальше обратная связь. Понравилось то, что улыбается, то есть, когда позитивно. Да, то есть, ну, это вот очень нравится. Потом... Девушки слушайте, да, все заматы, записывайте. ...интересы. То есть, ну, понравилось, да, то, что возлезал с родоволом, легко это было. Вот. Ну, и понравилось, когда, ну, это легко. То есть, ну, когда вот идет на контакт, ну, то есть, нормально, то есть, спрашивает, задает вопросы, вот. Ну, и какая-то, может быть, какая-то легкая такая, какая-то, ну, нестеснение, какая-то, ну, такая, женская такая, милость, там, не знаю, то есть, вот это там стеснение может быть чуть-чуть. Да, то есть, когда у вас такое противоположное, как и задает вопросы, то есть, более смелая, да, как-то, и в то же время, как-то, ну, так она делает, это деликатно, возможно, так, ну, там, стеснительно, как-то чуть-чуть, да, вот, это понравилось. Мужчина всегда нравится, когда девушка скромная, нормальному мужчине должна нравиться, то есть, если мы исходим, то, что мужчина и женская выполняют свои обязательства. То есть, мужчине нравится, когда девушка скромно себя ведет, тонко, ненавязчиво, не давит, по-женски, она уже проявляет свои женские энергии, то есть, женщина должна проявляться во всем по-женски, мужчина по-мужски везде, деликатно, заботливо, девушка тонко, ненавязчиво, и так далее. Милый, милый, не разговариваю, каким голосом разговаривать, да, чувственным, тонким, приятным к слуху, голосом, уважительно, без резких выкриканий, а, шо, не понял, а, а, кстати, вот вам, пожалуй, сразу ответ, да, реакция, эмоция, вы, еще один из тестов, а, колес, мы же, мы говорим, вызвать человека на эмоции, сразу можно увидеть его в интеллектуальном, эмоциональном, духовном развитии. Как человек смеется, да, как он вызывает чувство возмущения, ох, не ха-ха-ха, о себе, да, вот так, создал такую ситуацию, сразу тебе понятно, какое у него внутри, что у него внутри, много не надо, вот одна фраза сразу скажет, как человек выражает свои эмоции в стрессе, позитивное или негативное, однозначно, согласны? Очень четко показывает, как человек смеется, как человек ругается, очень четко, окей, я же не говорю о других ситуациях, много таких ситуаций, которые показывают, какой человек можно о нем прочитать, что там. Что вы рекомендовали? Рекомендовал бы, ну, быть более смелее, скажем, ну, создавать, ну, там, ну, более конкретно, да, там, ну, там, более, конкретно, да, там, ну, отлично. Ребята, девушки, напоминаю, мужчины, мы конкретики. Вы все описывали чувствами, напомнил, чувствами, нам это непонятно, очень тяжело, нам нужна конкретика, один плюс один, яблоко, груша, собрали вместе, сделали варенье. Они начинаем вот описывать. Ну, в это, можно по-другому спросить, конкретика, скажем, можно спросить, скажем, куда ты ездишь, что ты себе позволяешь, где ты отдыхаешь, как часто ты ездишь отдыхать, да, если хочу узнать финансовое положение. Окей, не прямые вопросы, но не конкретные вопросы, не напрямую, сколько зарабатываешь. Где ты отдыхал последний раз, как часто отдыхаешь, если я хочу узнать финансовое положение. Окей, ну, это более глубокие понимания, то есть это как нужно правильно задавать вопросы, косвенные вопросы, отвечая на вопрос, который меня интересует. Если считаете, для вас это очень жизненно важное, но вообще-то лучше на первых встречах исходить из всего. Осознавание того, что самое фундаментальное. Если для вас это самое фундаментальное, и без этого вы дальше не можете двигаться, в самом деле у вас дети сидят на лапках, кричат голодные, и для вам нужен кормилец. Ну, значит, вы должны узнать это, а что мне толку все остальные качества? Они могут золотой быть там, умный, мудрец, храбрец, гордец, но гол как сокол. Вот что мне с ним делать? Для меня это важно, значит, вы должны узнать. Я считаю так. У кого что нужно? Отлично, следующее, поделитесь с собой, пожалуйста. Ну, в принципе, я поговорил, но разговор был очень приятный, даже сказал бы. Видно, что человек настроен позитивно на тебя, но что он хочет поговорить, то есть тема размышлений, то есть совместная была. Кто у вас вопрос задавал или себя презентовал? Ну, как сказать, как бы, ну, 50 на 50, то есть я что-то задавал. А изначально, когда она подошла, как она начала разговор? Первый я подошел. Он спросил, ну, имя сказал, и... Вы должны играть роль, что как будто вы подошли, просто мужчины сделали вам доброе дело, что не подошли, но в самом деле вы подошли. Все неправильно поняли немного. Так, хорошо, 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 продолжаем, продолжаем. Обратная связь, быстренько. Слушайте, ну, в ходе разговора, ну, вообще не понравилось, то есть вообще неприятно я, то есть даже по голосу можно, ну, говорить с человеком по голосу... Голос, да, девушки, еще раз помним, голос, да, что мы говорили, голос, приятный слуху, голос, мужчина хочет слышать, что там птички поют нежные, они там мужицкие, о, да, Вася, а ты чего? Здорово, Вася! Третьим будешь? Ну, есть такое тоже понятие, ну, как бы мне понравилось общение, то есть, ну, просто мало времени, то есть... Отлично, хорошо, а что бы вы рекомендовали, чтобы улучшить этот процесс общения? Ну, как бы, мне кажется, что все, как бы, нормально, то есть, ход развития шел нормально, то есть... Так, хорошо, если нечего добавить, значит, прогресса нет, всегда есть что-то добавить, нет совершенства. Ну, спасибо, ничего, на этом уровне дальше. Мы, кто еще, мужчина, кто еще не сказал? Я еще. Говорите вы. Ну, что понравилось? Мягкость в общении, да? С кем общались? Они. 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 Это имя, да, очень уникальное? Это имя, прекрасное. Так, в общем, что понравилось? Мягкость в общении, да, вот если говорить о качествах, баланс, нет вот этой вот напористости, вот, но в то же время разговор шел динамичный. Ну, в общем-то... Она задавала вопросы или себя представляла изначально? Изначально я думал, что на какую-то нашу реакцию девушка будет задавать вопросы, но мне пришлось первому ей начинать задавать вопросы. Знание не выполнили. Хорошо, ладно, ничего, дальше. Хорошо. Что еще? На чем надо поработать? Ну, не все раскрылось. Я начал задавать дополнительные вопросы насчет каких-то, ну, не так, творчества, ну... А чем занимаешься, какую музыку слушаешь, ну, вот... Так, что было? Что было? Что не понравилось с ее стороны? То есть... Что она не то сделала? Ну... Что она не то сделала? В общем, немножечко не все вопросы были раскрыты. Ого, за три минуты! Все! Ну, да, я как-то думал, что... Это просто... Хорошо, это было первое. Да, сейчас вы. Что рекомендуете ей? Рекомендую... В чем именно, вот в данной практике? Да, в данной практике, чтобы лучше себя презентовать и узнать о вас. Что было бы хорошо ей сделать? А... Представить себя и как творческую личность, и... Свою роль в финансово-социальном статусе, и... А зачем тебе это? Почему творческую... Ну, он тоже должен знать. Кем он будет кормить, чтобы... А то, что это вас интересовало, да? Это или... Или... Ну, как? Ребят, я слышу. Это же важно, чтобы какой-то был уровень между, да, вот так, когда мужчина чуть выше, там, да, например... А почему творческую именно вы хотели, чтобы она... Зачем раскрыла? Почему именно творческую? Ну, лично, для меня принципиально важно, чтобы человек был... Отлично! Творческий? Чтобы человек любил слушать музыку, именно музыку, чтобы он звук любил и от него кайфовал. Отлично! Паузу, паузу, паузу. Девушки, слышали, что? И для мужчин то же самое, в обратную сторону будет то же самое. То есть мы должны раскрыть себя, показать то, что самое важное для партнера в первую очередь. Вот, как бы, первый удар, да, вот первый удар, первый какой-то, первый бросок, первое слово, как вот юмор, который сразу снимает весь стресс. И вот что-то сказать такое первое слово, да, какие-то первые фразы, которые, вот как сказала эта пара, да, он спросил про эмиграцию. И мне это очень интересно было, попал в точку, да. То есть, когда я презентую себя или задаю вопрос партнеру, я знакомлюсь, я должен таким образом, чтобы первые мои фразы были, позволили человеку попасть прямо в точку, что я задел то, что его интересует, то, что для него важно, он спортом занимается, йогой занимается, или он там едет на путешествия, или что он там, экстрим-экстрим специалист, музыкант. Я должен это первую очередь, для чего? Для того, чтобы он раскрылся и мог меня дальше слушать, чтобы было интересно. Окей? Помним, что чем отличается знакомство, когда просто я на чувство второй чакры, сексуальность, там пофиг, чем ты занимаешься, куда ты идешь, там нравится, что мы будем делать дальше, как ты вообще сексом занимаешься, сколько ты сексуальна, сколько у тебя партнеров. Здесь намного сложнее, поэтому я должен вычислять, что же для человека важно, предварительно делая работу, анализируя его внешний вид, его body language, телодвижение, тон голоса, статус, класс, в котором он находится, и так далее. Огромная работа. Да? То есть, тогда уже, когда я подхожу знакомиться, это уже финальный выстрел. Я уже знаю, что я сейчас его просто сниму, куда он денется, он же мой. Окей? То же самое мужчины. То есть, я, поэтому делаем предварительную работу, обязательно, предварительно, и чем больше у нас опыта, тем быстрее мы это можем сделать. Я зашел в зал, я оклинул глазом, посмотрел, подать, в 2-3 минутки, понаблюдал, как человек говорит, какие эмоции, как он, во чем одета, как она двигается, какие у него мимика. Я уже сразу могу отследить, на мой человек или нет. Я выбрал себе три объекта, с которыми я могу начать знакомиться, и я начинаю с 1-го, 2-го, 3-го. Окей? Аппа. Хорошо. Еще третье я хотел добавить. Скажите, пожалуйста, да. Третье качество, это вот игривость и кокетство. Немножко девушки, мне кажется, не доставало. Она слишком где-то в себе, где-то вот тут. Женственность. Да, девушки, помню, еще раз говорю, что мужчина проявляет все мужские качества, которые женщина ценит. Мужские качества у нас, а мы ценим женские. Межность есть, а кокетства не хватает. В полной мере, все, что у меня есть, все. Не надо притворяться. Ну, может быть, и можно притвориться, если я хочу заинтересовать его, что же у меня там есть, что-то более ценное. Ну, сейчас ему нужно это, чтобы он посмотрел, что у меня там есть более важного. Умение заинтересовать мужчине то, что ему интересно. Вот это самое важное. Партнера, не менялась, мужчина-женщина, узнать, что же для него такое самое ценное, что в этом человеке может быть ценное. Вот мне кажется, глядя на эту девушку, я вижу, что на мужчины, которые занимаются интеллектуальным деятельностью. Ученые какие-то люди. Правильно я говорю? Правильно, в глядя на вас, мне кажется, что вас интересуют мужчины, которые более интеллектуального склада ума, которых интересует вопрос, а меня зачем показывать? Мне нравятся вдумчивые, с которыми можно посоветоваться, либо можно примерно толкнуть на какие-то мысли. Глубокие. То есть люди интеллектуального склада ума. Абсолютно верно. То есть это опыт. Здесь девушку я вижу большие круглые глаза, чувственные, сердечные, очень чувствные. Если я с ней буду говорить о природе, о поэзии, о каких-то чувствах, о прекрасном, я уверен, что это будет тот человек. Правильно я говорю? Ну, это, я думаю, она все любит. Приоритеты разные есть. Все любят, конечно, красиво, все хорошо, но приоритеты разные есть. Мне, значит, у меня время-то мало, я начинаю с самого важного. Я вижу, что для вас чувственность, доброта, комфорт, это для вас важно. Доброта, да. Доброта. И я начинаю с этого, что-то. А детского дома бы надо. На свидание приходится. Что? Вот, я бы начал с детского дома. А что вы смотрите, знаете, нам нужны волонтеры для поездки в детский дом. Вы так хорошо подходите к этой роли. Вы знаете, мы хотели бы вас пригласить. Поехали. К этой девушке я пригласил. Этой девушке я предложил бы что-то такое творческое, научное, где нужно проявить какую-то смекалку, какой-то свой интеллект. Вот здесь я вижу девушку, но я уже знаю, не буду говорить, потому что я уже знаю. И так далее. Понятно, да? Здесь девушка, я тебя знаю, мне уже сложно. Когда я не знаю, это просто. Я уже знаю вас, поэтому это нечестно. Окей? То есть это опыт, поэтому мы должны это изучать. Начинаем с того момента, что для человека самое главное. Глядя на эту девушку, женщину, могу сказать, что она добрая. Для нее важен семейный комфорт, кухня. Вот я вижу дом, вот все так хорошо расставлено. Она господиня. Так я кажу? Ну, не знаю. Я люблю дом, да, но я, в то же время, творческая. И мне нравится активность, социальная деятельность. Но дом для меня тоже важен. Но я вот, ребята, кто согласен, что когда девушка такого склада, она такая вот домашняя такая, да? И я, кстати, должен спать вопросы, что это связано с домашними делами, чтобы она делала. Мой человек, он мне спрашивает то, что мне интересно, что мне важно. Я жила с хозяйственным мужчином, мне было скучно с таким, например. Маловато было. Вам не нужна друг вторая домохозяйка? Да. Вы женщина, вторая женщина вам не нужна? Естественно, вам нужны другие качества, мужские, окей? Понятно, ребята, да, с этим вопросом? Продолжите, позакончите вашу идею. Что именно, какую идею? Вы сказали, что не хватало кокетства. Кокетства. Она еще что-то сказали, потому что она не спросила... Кокетства и грелости, и не спросила... Что-то вы сказали, не спросила. Напомните мысли. Хорошо, забыли про это. Поехали дальше. Дима пропустил. Начинал. Вы сказали... Значит, кто еще молодой человек, который такой же, как и я? Да. Дайте обратную связь. Ну вот. А, у вас же было это. Нет, но я смотрел то же самое. То есть, я думаю, у нас было взаимное, как бы... Отлично. Тестирование. Замечательно. Вы, пожалуйста, вы же с такой нашей чувственной сексуальной... Да нет. Я общалась с детьми. Кто с сердечной девушкой общался? Я общалась. А, вы с ней? Да, он же мне отдал обратную связь. А, понял. Хорошо. Все рассказали, мужчины? Все сказали? Я не рассказал. Нет, вот мне... Вы же не ту задачу делали. Ну как? Нет, ну скажите, давайте, знаете, скажите. Да, мы делали. Давайте скажите, скажите, пожалуйста. Что-то формулировали по-другому. Ну, что, очень позитивно все. Я понял, что девушке важно то, что... Я спросил вопрос, что тебе важно после первых каких-то там общих вопросов, что тебе важно у мужчины? Что ты ищешь мужчина? Какие качества мужчины тебе важны? Что хорошего она делала, чтобы общаться с вами?